привет друзья смотрите зацветает какой красивый фокс у меня просто красавчик у меня утром вообще была холодина наверно градусов 7 только было а туман туман еще был жуткий просто жуткий как эти красавицы мои разрастаются и дети яркие красавицы вообще обалдеть сейчас на солнышке они тут прямо горят красота здесь вот такой флокс расцветает такого цвета смотрите красавица и питунья вот это особенно цвет на телефон не знаю передает не передает непонятно очень красивая прям алая такая это более светленькая видите как хорошо пошли разрастаться скоро будет красота еще хотела интересненько показать здесь такая питунья тоже думаю разрастется скоро здесь вот такие прям нежные нежные сейчас поближе покажу они прям вон густятся густятся а потом как зацветут все вместе разум вот такого красивого цвета нежного здесь у меня их прям четыре штуки ой он даже не заметил дельфиниум растет смотрите красивый нежно-нежно голубой такой крапиву вырвать и он за бархатцем ха-ха-ха прилезла он лилий зевка просто населом насеялся видите уже и зацветает и березка ой надо пройти повыдирать ее как-то хоть по цветам это ж ужас он завелась тут невозможно вывести никак придется наверное все выкапывать это что-то ужасное лилия уже цветает ой здесь уже надо прополоть вау травы выросла и здесь разноцветные видите такая вот эти две наверно более-менее одинаковые вот такая смотрите какая красивая потом вот такая еще одна вот такая красавица красота какая там самосевом насеялась целозия целозия посмотрите везде ее тут насеялась она уже наверное не вырастет и вот там много насеялась и сальвия он растила а вот это самосевом которая вылезла помните еще у вас спрашивала может узнает петуния это или не петуния он смотрите какая нежная красивая тоже уже цветет пришла к своей картошке который последнюю посадила и что я тут заметила вау колорадский жук и вон вижу еще одного еще одного сейчас соберу покажу вчера был вот такой ветрище видите картошка высокая и он ее как тут поваляла положила не знаю вроде больше не видно вот смотрите пять штук и уже тут главное вовремя изолировать вот каждый день проверять и собрать прежде чем они бы не успели отложить свои яйца сейчас надо же еще походить он еще один шестой зараза сидит видите сидит потому что я даже ли яйца то потом будут красные такие жуки надо будет пойду положить телефон еще пройдусь посмотрю может где уже отложили яйца кошмар откуда-то прилетели на той картошки на моей сразу собрала две штуки заметила еще и больше слава богу не видела что я вам хочу сказать что даже днем солнышко пропало видите небо какое-то то тучка то солнышко очень даже когда светит солнце на улице прохладно я такая вышла в ужас я бы сказала не про ладно мне даже холодно мой надо идти одеться если что-то поделать вообще мне сегодня ничего не хочется делать потому что я проснулась в 3 часа ночи ася пришла начала по мне лазить туда-сюда ушла опять пришла я никак не могла заснуть хотела уже было пойти на улицу заснять туман какой жуткий потом думаю если я сейчас выйду на холод я вообще не засну я и так сегодня как сосиска вареная я крутилась крутилась по интернету полазила и туда-сюда и заснула потом кое-как так сейчас я вам покажу по моему я уже сегодня смогу сорвать тут какой-нибудь возможность расти сорвать молоденькие он еще один можно сорвать смотрите два огурчика как раз нам сашей по огурчику больше нету ну вот ночами холодина видите даже огурчики не растут никак еще один где-то три огурчика молоденьких вкусненьких на больше нету уже быстрее в теплице чуть притормозились на быстрее там наверно вырастут там уже этих изумрудные потоки 3 штуки на подходе мой холодно кошмар сейчас пойду наверно оденусь и пропалю вот эту морковку ни в коем случае не надо дать зелью вырасти большом надо быстренько вырвать вырвать и чтоб росла морковочка морковка может такой где прорвать и вот эту дорожечку убрать что мне тут опять летает море бабочек потому что всю табачную пыль смыл вчерашний ливень там мне немножко осталось надо еще чуть-чуть протрусить может не будет дождя ближайшее время и смотрите что происходит с картошкой от жутких туманов видите а еще только какое сегодня 11 июля можете себе представить что еще никак не должно раньше такое происходило с картошкой но максимум конец августа сентябрь а сейчас такое происходит уже в июле за такой вот плохой погоды это очень плохая погода утром туманы ночи холодные это очень плохо очень-очень посмотрите только что здесь у меня была чистота и порядочек и что делается все в траве из-за дождей называется становись и работай здесь уже он зацветает моя синяя петуния видите остаток был семян уже подпросроченных я все высеяла сколько зашло все высадила но почему-то желтеют листики не знаю почему чего-то не хватает я уже не помню чего очень кошмар вроде хорошая земля на всем всего чего-то не хватает сейчас наверно так семена устроены что обязательно должно им чего-то не хватать чтобы люди покупали удобрения постоянно всякие отравы и прочее прочее у меня сложилось такое впечатление да и некоторые люди говорят что вот перец всегда сажала свои семена все было хорошо купила для эксперимента новый перец и сразу заболел этот перец и заболели все остальные такое впечатление что прямо за разные семена помните мне оставались синие петунии три штучки такие малюсенькие малюсенькие я хотела выбросить то давай воткну здесь в лук и посмотрите как они выглядят гораздо лучше чем те большие были распушились раскустились разрослись все три штуки и уже цветут красота я уже сегодня на той грядке где большая картошка рукой просто к одному кустику залезла снизу весь не выкапывала достала оттуда 6 карташин и сварила очень вкусный куриный супчик молодой картошечки и нарвала стручков гороха вон там он уже можно спокойно рвать и забросила тоже в этот суп просто курочка картошечка морковочка укропчик зеленый горошек ой какой вкусный суп получился просто обалдеть надо сегодня пройтись собрать наверное еще тут кое-где есть клубника странно даже идут дожди она какая-то есть посохла и гнилая он еще пару штук красных и видно на пройтись собрать сколько клубнички на собирала помыла будет на ужин поклевать сегодня уже готовить не надо саша супа поезд потому что он в обед не ел был занят тут по работе какие-то разговоры беседы собеседы короче говоря так что поесть супа я еще пойду попалю немножко так ну что в этом районе пытаюсь наводить порядок дорожку прополола завтра покажу что буду делать с усами клубники которые сюда вылезли здесь так недосконально вырвала больше зелья потому что тоже очень много усов надо их вести в порядок и прополола морковочку видите все ни травинки ни соринки пропустила одну травинку ой 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 это ж надо немножко дело сильно сильно густо чуть-чуть вырвала так без фанатизма потом еще раз лучше вырву потому что мало ли вдруг медведка съест или что-нибудь и вот эта картофелина которая с того года осталась видите она уже он цветет надо будет ее наверно убрать или завтра или когда короче там хорошенько туда подкопаться и достать всю картошечку она не мешала тут морковки а то я ее туда так вот положу а ее ветром положит назад тут тоже вот недавно же сажала горох зарите все прополола было чистенько уже все заросло это какой-то космар ну что поделаешь ничего не поделаешь жизнь тяжелая что называется так все друзья желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока